Закон о сборе валежника не могли принять несколько лет. Законодатели спорили о формулировках и искали подходящее определение для этого ресурса. Наконец, в 2018 году закон был принят, а с 1 января вступил в силу. Минприроды дало четкое определение, что же можно считать валежником. Остатки стволов деревьев и сучьев, лежащие на земле, и причем упавшие несколько лет назад. Не то, что свежий ветровал или, например, снеголом, бурелом, а деревья, которые упали несколько лет тому назад. Деревья, которые еще стоят, пусть даже сухие, валежником не считаются. Также сюда не относятся деревья, которые упали совсем недавно из-за урагана или налипания мокрого снега. Их продают по стоимости древесины с корня. Большой урон лесу нанесли ураганы, которые бушевали летом 2015 года. Вот сейчас у нас хвойные деревья мы практически разработали, все убрали. Хвойные там, это ель, сосна, древесины лиственных пород, осины, березы у нас еще очень много осталось. Вот эти деревья, пожалуйста, мы их уже давно, с 2015 года, отдаем бесплатно. Даже еще не вступил в силу этот закон. Сейчас валежник собирают в основном для отопления дачных участков. Чтобы забрать его из леса, гражданам необходимо обратиться в лесопарк. У нас есть форма заявлений, мы даем, значит, горожане пишут это заявление, оставляют свои данные, где мы можем этого человека потом найти. И когда он заготовит, согласно этому заявлению, он должен прийти и нам сдать территорию. Также бесплатно можно собрать сухостойную и тонкомерную древесину диаметром ствола до 24 сантиметров. По всем вопросам обращайтесь по телефону 741 50. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.